Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Октябрь 11. Житие святого апостола Филиппа. Святой апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской, на восточном берегу Средиземного моря. По вступлении в брак он имел четырех дочерей, которые пророчествовали. Впоследствии он был избран святыми апостолами Водиакона и по рукоположению одновременно со святым первомучеником архидиаконом Стефаном стал со всем усердием служить верующим, имея попечение об убогих и вдовах. После того, как во время бывшего на Иерусалимскую церковь гонения святой Стефан был убит и все христиане, за исключением двенадцати апостолов рассеялись по областям юдейским и самарийским. В Самарию прибыл в то же время и святой Филипп. Здесь он проповедовал Христа, и все жители Самарии единодушно внимали его проповеди. Проповедь святой Филипп подтверждал многими чудесами, исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов, кои, выходя из людей, вопили громким голосом. И была тогда радость великая в том городе, потому что, принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию, исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов. Находился же там и некоторый весьма знаменитый и прославленный волхв по имени Симон, который удивлял всю Самарию своими волшебствами, и все считали его за кого-то весьма великого. Видя великие знамения и чудеса, совершаемые руками Филиппа, и слыша благовествование святого апостола о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. Симон веровал и крестился вместе с другими. Однажды апостол Филипп появился ангел Господень, повелевая ему идти на юг, на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Газа — это один из самых древнейших филестинских городов, служивших пределом Хананеев на юге Палестины. Идя по этой дороге, святой Филипп встретил эфиоплянина, евнуха Кандаки, царицы эфиопской, возвращающуюся в Газу, которая находилась под его управлением, из Иерусалима, куда он ездил на поклонение. Сидя на колеснице, евнух читал пророческие книги. Апостол научил его вере в Господа нашего Иисуса Христа и, продолжая с ним путь, тут же на пути крестил его. После крещения евнуха апостол Филипп был восхищен ангелом, перенесен в Азот, и, проходя, проповедовал Слово Божие по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь он имел собственный дом, в котором и прожил некоторое время вместе со своими четырьмя дочерьми, девами, пророчицами. После этого он снова возвратился в Иерусалим. Будучи здесь поставлен святыми апостолами во епископа, он послан был затем на проповедь в Малую Азию в город Тралию. Тралия – это лидийский город на северо-западе Малой Азии. Обратив там многих ко Христу и сотворив великие чудеса, апостол Филипп отошел ко Господу в глубокой старости. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Наступной филе. САМИ. ПО РАССИЯ. РАССИЯ. ПО РАССИЯ. Спасибо.